Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемая Елена Викторовна, уважаемый Борис Сергеевич. Я хочу поделиться той информацией, которую мы на сегодняшний день имеем возможность предоставить для обсуждения, для сегодняшней конференции. Это достаточно актуальный вопрос, как особенности тактики ведения больных в том случае, когда возникает проявление нарядоксичности, что достаточно актуально в условиях амбулаторного режима лечения этих пациентов. Итак, как известно, химиотерапия – это один из видов противоопухолевого лечения для злокачественных новообразований. И во время или после введения возможно возникновение повреждающего действия определенных структур как центральной, так и периферической нервной системы. Ну и помимо нейротоксического проявления есть другое влияние с различными клинико-неврологическими и другими клиническими проявлениями. Ну и нередко это суставной компонент, это цифалгия, это повышенная чувствительность кожной гиперэстезии. Она может носить как генерализованный характер, так распространенный. Ну и кроме того, возможно возникновение такого рода неспецифических проявлений. Когда мы говорим о нейротоксичности, то считается, что по данным литературы одно из самых специфических проявлений системного характера, ну вот независимо от той противоопухолевой терапии, которая применяется при лечении подобного рода заболеваний. Актуальностью данного проявления побочного действия является то, что это одно из составляющих. Это ухудшение качества жизни пациентов, также влияние на схемы и режимы ведения этих пациентов, в частности вот статической терапии. Ну и не менее важным является то, что они не всегда настолько безобидны, эти проявления. И нередко они могут носить в себе достаточно тяжелые клинические проявления, вплоть до летальных исходов, которые могут быть обусловлены именно подобного рода воздействием. При этом, если мы говорим о влиянии на курсовое основное лечение, то это нередко требуется модификация применяемых дозировок вводимых препаратов, отсроченность для того, чтобы добиться какой-то стабилизации относительно осложнений, в частности нейропатического характера, ну и, возможно, влияние на эффективность и поиск методов их устранения. Буквально одним слайдом это цитостатики как ключевой момент, как ключевая причина возникновения подобного рода осложнений, как правило. Хотя нередко говорят о различного рода аутоиммунных поражениях периферической нервной системы, аутоиммунным или дисметаболическом поражении головного мозга, либо спинного мозга, и тогда необходимо проводить дифференциальную диагностику. Ну и здесь немножечко о диагностике я тоже покажу, и дифференциальные диагностики покажу буквально одним слайдом. При этом, когда мы говорим о цитостатиках, то значительно увеличивается количество новых препаратов, наблюдается направленный механизм действия тех или иных препаратов при различного рода опухолевых процессах. Ну и также мы можем сказать совершенно точно, что при каждой из известных локачественных опухолей используется достаточно множество режимов лечения, и современные цитостатики способствуют или вызывают проявление нейротоксического характера. Также одним слайдом хочу акцентировать внимание на структурах, которые подвергаются подобного рода воздействию при лечении цитостатиками. Это периферическая нервная система, обеспечивается афферентная импульсация, а также эфферентная импульсация, и не менее важным является то, что большинство периферических нервов, которые в данном случае являются неким фокусом воздействия данного вида лечения, там есть двигательные и чувствительные волокна. Ну и почему мы чаще всего видим клинические проявления при подобного рода лечении в дистальных отделах, поскольку наибольшая уязвимость наблюдается для волокон больше длины, поскольку все транспортные механизмы нередко являются косвенным мишенью воздействия препаратов цитостатического ряда, и таким образом именно наиболее удаленные отделы, как правило, в типичных случаях это стопы, ноги, пальцы, именно в ногах, ну и в ряде случаев это руки. По мере того, как происходит прогрессирование этого процесса, мы видим увеличение зоны данного характера повреждения. Если мы посмотрим на неврологический аспект этой проблемы, то это полинаэропатия, множественное поражение периферических нервов, проявляющиеся периферическими параличами, поскольку в составе периферических волокон есть двигательные проводники, также нарушение чувствительности, и следом за этим в результате вот этих как двигательных, так и чувствительных проявлений вегетативно-трофические волокна, поэтому мы наблюдаем трофические проявления, ну самое, наверное, такое клинически проявляющееся, визуально значимое, это какие-то вазомоторные проявления, там бледность или наоборот синюшность более выраженные, а в ряде случаев, конечно же, наблюдаются и трофические расстройства, обусловленные придатками кожи. Частота возникновения в популяции цифра вот такая, если мы не говорим даже об использовании цитостатиков, ну и международная классификация болезней, когда в побочные влияния или выявленные проявления мы можем ориентироваться на следующие рубрики. Постстатические полиноэропатии и поражение периферических нервов, это по МКБ-10 трактовка такая, ну вот цитостатики, и по МКБ-10, ну вот, либо вот такую формулировку мы берем, когда наблюдаем подобного рода пациентов, либо другие неуточненные полиноэропатии, здесь в зависимости от наиболее выраженных, либо сопутствующих заболеваний будет определяться подобного рода проявление. По тяжести течения есть четыре степени, и, ну, здесь, конечно же, минимальные проявления какие-то характеризуют, и тактически это позволяет ориентироваться врачу в амбулаторном режиме лечения этих пациентов на ту тактику, от которой мы выбираем. Если здесь незначительные проявления, изменения практически не влияющие, то вот посмотрим, к примеру, четвертую стадию, то это уже вот как раз-таки могут быть угрожающие жизненарушения, требующие немедленной отмены химиотерапии. И это достаточно редкая ситуация. В связи с этим, конечно, мы имеем дело, ну вот, либо с минимальными проявлениями, либо на второй-третьей стадии, когда необходимо введение какой-то специфической нейротропной терапии. Механизмы действия буквально тоже тезисно я продемонстрирую. Это прямое повреждающее действие. Это посредованное развитие осложнений, которые связаны с метаболическими изменениями, возникающими на фоне этого лечения. Также, возможно, нарушения, не связанные с проявлением химиотерапии, обусловленные местным проявлением. Но они в меньшей степени имеют, конечно же, трактовку как нейротоксичность, но при этом также имеют взаимосвязь с тем или иным опухолевым процессом. Ну и, возможно, сочетание перечисленных подобного рода факторов. На что я бы хотел обратить внимание, когда в нашем поле зрения появляются такие пациенты. Ну вот здесь представлены следующие факторы, которые в высокой степени вероятности предрасполагают или мы увидим у этой категории пациентов проявление именно периферической нейронотоксичности. Нередко эти же факторы перечислены для системных каких-то метаболических проявлений они могут быть актуальны и для центральной нейронотоксичности. По дозировкам высокий риск поражения периферической нервной системы наблюдается в перечисленных здесь различных схемах и достаточно больших дозах, которые могут быть использованы, широко применяемые препараты. И церебральное осложнение, если говорить о центральной нейронотоксичности, то энцефалопатии различной теологии, особенно в сочетании с артериальной гипертензией, на сегодняшний день один из вариантов осложнений это церебральные инсульты, которые могут возникать опять-таки на фоне побочного действия применяемых цитостатиков. Ранее получаемый препарат с токсическим влиянием, опять-таки алкоголизация пациентов пожилого возраста в силу того, что имеется дистеркуляторное проявление, дистеркуляторная энцефалопатия, ну и не рекомендуется вот в ранние сроки от момента перенесенного острова нарушения мозгового кровообращения. По срокам возникновения во время введения цитостатиков либо после завершения курса химиотерапии. Типы течения дистальной, сенсорной, моторной, вегетативной, ну я ее буквально тезисно, поскольку представленные все слайды были акцентированы на тех специфических волоконах, те проводниках, которые могут быть повреждены в результате применения препаратов именно химиотерапевтического ряда. Говоря о центральной токсичности энцефалопатии, это редкий, достаточно нечасто встречающийся симптом, скорее так можно сказать, синдром. Он может проявляться судорожным проявлением или повышенной судорожной готовностью. Возможно, координаторное расстройство, изменение сознания или угнетение сознания. А также вот такой специфический симптом при наклоне головы вперед, вот такое ощущение может возникать при лечении как раз-таки цитостатик, ну вегетативно, психовегетативное расстройство и поражение черепных нервов, поскольку черепные нервы, они имеют такую же специфику функционирования, как и периферические волокна. Мишени, которые повреждаются, если посмотреть в структуре нервной системы, периферические, это осевые цилиндры, это, собственно, сам отросток, это миелиновая оболочка для толстых волокон, которая имеет высокую степень проведения. Кроме того, внутренейронный транспорт, как я уже сказал, именно синтетические механизмы реализуются все тела нейрона, это спинной мозг, либо головной мозг, а последующая транспортировка осуществляется с такой скоростью и направлена как раз-таки в дистальные отделы. Кроме того, возможно, лекантрецепторные комплексы, которые также являются как мишени. Клинические проявления и патогенез. Гиперэстезия при поражении, при вовлечении чувствительных волокон. Чаще всего, кроме того, возможно, отсутствие выпадения чувствительности либо парэстезии, либо наоборот, гиперпатия, когда неболевое воздействие вызывает болевое ощущение, либо его искажение вот этого восприятия. Хочу обратить внимание, что специфическим симптомом нередко является невропатическая боль. Ее особенностью является то, что как таковое отсутствует повреждение тканей, там, где происходит нарвация, но при этом вовлечении именно болевых рецепторов, как правило, болевых волокон, как правило, тонкие безмелиновые волокна, вот как раз-таки носит такой особый патогенетический феномен. Ну и, собственно говоря, в этом заложена специфика, в этом заложена особенность выбора лекарственных препаратов, которые дадут эффект при такого рода феномене. Двигательные периферические параличи, мышечная гипотрофия, либо мышечная слабость, вегетативные расстройства, трофика, ну и для внутренних органов также возможный вариант с вовлечением сердечно-сосудистой системы. При различных препаратах известны венкристин, пластин, поклитоксел, талидамид, возможно радиационное воздействие, но опять-таки это то, что может встречаться в онкологии, нередко представляет из себя достаточно сложную проблему, поскольку нет прямого повреждения, но при этом есть воздействие. Если в проекции проводимого лечения лучевой терапии находятся крупные невральные структуры, ну вот сплетение, если, например, это малый таз, ну и уязвимость компрессионно-ишемического повреждения, периферических волокон, нередко подобного рода проблема возникает интероперационно, когда требуется пребывание больного, ну вот, например, с отведенной рукой для мониторирования артериального давления, либо положение на боку длительное. Вот как раз-таки это категория пациентов, которые могут быть уязвимы, и мы нередко видим и требуют внимания активного лечения в последующем. Метод диагностики, конечно, клиника-аномнестическая связь, электронейромиография, в том случае, если мы видим некое несовпадение, некое несоответствие клинических аномнестических данных. Ну и дифференциальная диагностика. Исследование цереброспинальной жидкости на предмет аутоиммунной полинейропатии, она может протекать как в остром варианте, так и в хроническом варианте. И понятно, сколько бы мы не давали на аэротропной терапии, мы не получим эффекта до того момента, пока мы не проведем специфического лечения именно на хроническую воспалительную демилизирующую полинейропатию. У нас такая пациентка на сегодняшний день наблюдается. Длительное пребывание в реанимации, повторные курсы цикла химиотерапии. В итоге, один из диагнозов, который требовался на уточнение, это аутоиммунный, хронический вариант, и по результатам исследования ликвора мы не получили ни повышения концентрации белка, ни повышения количества клеток, поэтому можем совершенно четко говорить, что в данном случае отсутствует проявление аутоиммунного характера. Биопсия нервов в сложных случаях, ну и функциональная диагностика, ну а также сюда бы можно добавить вариант, когда проводится проведение дифференциального диагноза в случае, если есть какая-то генетически опосредованная полинейропатия. Коротенько, буквально двумя слайдами, 30 больных которых мы наблюдали, вот здесь представлено распространение и различные зоологические проявления, вот здесь на этом слайде представлены те клинические данные, которые мы визуализировали при неврологическом осмотре. Это лекарственные препараты, которые в случае применения по какой-либо другой соматической патологии могут усиливать и могут провоцировать проявление нейротоксического ряда, ну и буквально коротенький блок это лечение. На сегодняшний день, говоря о лечении, ну в зависимости от тяжести, конечно же, самым основным методом лечения является лекарственная терапия и нейротропного характера. Безусловно, самым мощным нейротропным действием было это витамина группы В. Из всего большого арсенала, наверное, по нашему опыту мы можем сказать, что вот лекарственная форма комбилипен в силу особенностей его состава и некой, наверное, меньшей, большей сбалансированности и меньшей перегруженности именно компонентами группы В, она, наверное, показывает такую большую эффективность и потенциально минимальные риски для пациентов вот именно этого ряда. Есть таблетированные, есть инъекционные формы, конечно, целесообразнее начать с использования инъекционной формы. Дальше для этих пациентов актуальным является, конечно же, это использование препаратов альфа-липоевой кислоты. Это препарат, который широко используется для пациентов любого характера полиэнеропатии возникающей, ну вот, достаточно широко применяется для пациентов при диабетической полиэнеропатии. Опять-таки, начинается с инфузионного введения 600 мг в сутки на небольшом объеме растворителя там в пределах, ну вот, оптимально по инструкции это 2-4 недели. В реальной практике получается, что мы где-то там в пределах 10-12 дней, 14 дней, а затем мы переводим больного до 3 месяцев, мы переводим их на препараты именно альфа-липоевой кислоты и октолипен. Ну и в случае возникновения болевых проявлений понятно, что препараты противовоспалительного анальгетического ряда дают минимальную эффективность. В данном случае либо они вообще неэффективны, потому что это не нацептивно, а это невропатического характера боль. Давать мощные анальгетики или малые опиоиды придется нам планировать тогда длительный режим введения, поэтому показывает достаточно хорошую эффективность. Но это опять-таки препарат габапентин. Хочу обратить внимание, что режим дозирования, ну вот он начинается с 300 мг вечерней дозировки, и максимум, на что мы можем выйти, это 1800. Соответственно, мы можем использовать все эти препараты одновременно в схеме лечения, и если выражены проявления полинеропатии, то мы, в принципе, можем, так по нашему опыту, в случае, если пациент обращается относительно в недавние сроки, то где-то в пределах двух недель мы уже получаем достаточно хороший клинический эффект. Ну и в качестве заключения, нейротоксичным амбулаторным введением, ну вот режим введения цитостатиков дозы сроки схемы является определяющим и потенциально рисковым моментом, также целесообразно сделать акцент на синдромальном лечении этих пациентов, сенсорные, моторные, либо смешанные проявления, отдельным блоком находится невропатическая боль, и это не только анальгетики, да, я отдельно это констатирую, поскольку нейротропная терапия, она тоже носит восстанавливающий характер, ну и в ряде случаев потенциирует именно вот именно аналитический эффект, ну а также хочу обратить внимание на сопутствующие заболевания, которые также нередко в декомпенсированном варианте, ну вот, например, сахарный диабет, они также требуют учитывать и требуют внимания на именно эту патологию. Благодарю за внимание.